Добрый вечер. Телепроект Амнигем, телеканал НТС. Наш проект на этом телеканале выходит уже третий год. Я, соответственно, на этом канале тоже работаю третий год. Но позволю себе первый раз в жизни рассказать свою маленькую автобиографию. Начал работать я на первом национальном канале еще в 2008 году. Так вот, спустя два года случилась революция, и тогда наш канал, в котором работал тогда, преобразовали в Кыргызское общественное телевидение. Радости не было предела. Казалось, вот-вот откроется Кыргызская Би-Би-Си. Общественное телевидение начнет вещать, и мы станем по-настоящему флагманом информационного канала. Но так случилось или нет, наверное, уже определять вам, зрителей. 11 лет прошло. Почему я об этом рассказываю? Да потому что Министерство культуры, информации, спорта, молодежной политики инициировало законопроект о преобразовании общественного телевидения в государственное Кыргызское телевидение. Насколько это правильно или нет? Должны ли мы сохранить общественное телевидение в нашей стране? Нет. Случилось ли оно вообще за 11 лет или только на бумаге? Сегодня поговорим с заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской республики Ченгаса Сенгулулу. Добрый вечер, коллега. Ну, позвольте вначале поздравить вас с назначением. Первый раз сегодня я с вами буду беседовать как с чиновником, а не как с коллегой. Ну и юрист Института медиаполиси, медиапредставитель в Кыргызстане Ахмат Алаушев. Алаушев. Ченгас Морзан, ну, наверное, начнем с вас. Назначение ваше на эту должность относительно недавно. Насколько мне известно, вы пришли в министерство, этот закон уже был, но все-таки вызвались вы сегодня его защищать. Почему мы должны преобразовывать общественное телевидение в нашей стране в государственное? Нужно ли это вообще? Ну да, вы правы. Меня вот как уже неделю назначили на эту должность, но я слышал и читал про эту новость, да, вот что правительство в лице Министерства культуры инициировало закон о переименовании, о преобразовании общественного телеканала в государственное. И, ну, всем известно, что вы тоже, только что в начале вы тоже отметили, что все думали, что в 2010 году станет общественное, как вы говорите, станет своего рода BBC, но этого не случилось. Мы должны понимать в том, что общественный телеканал должно, грубо говоря, финансироваться за счет средств граждан, да? Почему? Потому что если он хочет быть общественным, и он хочет донести те посылы, позывы, грубо говоря, другим простым жителям, тогда она должна финансироваться за счет, ну, общественных объединений, или, там, ну, одним словом, от имени граждан простых, да? Ну, или прям должен быть специальный налог, как в той же Англии, да? Да, 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 вот такое, да. И, ну, к сожалению, этого не случилось, и на данный момент общественный телеканал полностью, 100% финансируется за счет республиканского бюджета. Те поступления, которые есть у них за счет рекламы, ну, в последние годы в связи с ковидом и другие были мероприятия, к сожалению, и реклама особо не поступала, да? И на данный момент КТРК идет как убыточная, несмотря на то, что она тоже финансируется за счет республиканского бюджета. И с учетом этого вот вносятся изменения в преобразование нового телеканала государственного, который будет там. Такие есть моменты, что генеральный директор будет назначаться с указом президента, второе упраздняется институт наблюдательного совета, их не будет, по наблюдательному совету я чуть позже, наверное, еще скажу, и третье будет независимая редакционная политика. Вот то, что есть. И все мы должны понимать, что общественный, государственный телеканал должно идти по государственной идеологии. Но на данный момент КТРК этого, к сожалению, не делает. Но когда мы говорим, что будет независимая редакционная политика, мы же понимаем, что она, назначаясь президентом и финансируясь полностью государством, ну, независимой априори быть не может. Ну, да. Но, несмотря на это, государственные идеалы кто-то же должен ввести. И непосредственно это через государственный телеканал. Ахмат Муза. Но согласны ли вы с тем, что за последние 11 лет общественного телевидения как такого так и не случилось, и оно всего лишь было номинальным? Вообще не соглашусь с этим. Здравствуйте. На самом деле, скажу так, что вот, коли мы вот тут оппонируем друг друга, я тоже, наверное, начну с того, что вот прозвучал вопрос финансирования. И это вот такое большое заблуждение, да, что единственный формат общественного телевидения, да, в части финансирования должно быть какие-то сборы с граждан, да, конкретные в виде, там, налога, либо, скажем, да, какой-то процент граждане могут платить, да, за электроэнергию, допустим, в счет электроэнергии, оттуда, да, что-то и так. Но на самом-то деле, по сути, граждане и оплачивают все равно, и тоже государственное телевидение оплачивают те же граждане. Тем более, что вот мой оппонент сказал насчет, скажем, небольшого процента, да, рекламных доходов. И поэтому это вот большое заблуждение, когда говорят, что общественное телевидение должно финансироваться только прямыми платежами граждан. Нет. Как формируется бюджет нашей страны? В первую очередь это налоги, сборы, а потом какие-то дополнительные расходы. То есть расходы из-за расходов, говорю. Ну да, если процитировать Маргарет Тэтчер, государственных денег не бывает, бывают деньги налогоплательщиков. Совершенно верно. Которые в руках у государства. Поэтому это вот утопия, заблуждение, и, скажем так, такими вот, скажем, да, выводами вводят заблуждение граждан, говоря об этом. Потому как не все граждане понимают, да, принципы, да, именно общественного телевидения. А в первую очередь это что? Это то, что общественное телевидение, оно должно, да, действительно, финансироваться гражданами. Оно и так и происходит. И де юре, и де факто. Оно должно быть подконтрольно гражданам. Что на самом деле, в принципе, и заложено, скажем, законодательно в законе ОТРК сейчас. В действующем законе. То есть, когда мы говорим о наблюдательном совете, когда мы говорим о генеральном директоре, да, это управленческие органы, да, наблюдательный, высший управленческий орган. А гендиректор исполнительный. И на самом деле, вот, с закона убираются два ключевых момента. Это наблюдательный совет и генеральный директор. И на самом деле, вот, этим все и подкашивается. Вы очень правильно заметили и задали вопрос насчет редакционной политики. Да, редакционная политика, независимая редакционная политика, это один из принципов, столпов именно общественного телевидения. Правильно говорить, скажем, да, об, скажем, да, вот, о финансовой автономности, мы сказали, о прозрачности, о том, чтобы, да, было много программ и хорошего качества. Я скажу так, что вот не добились мы за эти 10 дней именно плюрализма, чего нет, да, нету открытости, нет, наверное, да, и, наверное, может быть с качеством программ. Но их с количеством, ареал распространения, финансирование, оно все есть. Другое дело, да, вопрос реформ, скажем, да, очень, скажем, большой бюджет, большое количество сотрудников, нужно ли столько сотрудников и так далее. Это вот эта кадровая политика, она действительно всегда, всегда была, стояла, да, таким большим особняком, вопросом именно по бытность КТРК, потом ОТРК, потому что, ну, сложно вообще уволить людей просто так. Любая реорганизация предусматривает дополнительные расходы и так далее. Но я хочу сказать, что вот мой оппонент сказал насчет, скажем, государственного канала, их сейчас уже настолько много, что мы не перестаем говорить о том, что вот зачем государству столько каналов. Вот здесь... Государство как раз таки предлагает пятый канал, пирамиду, вообще просто отдать частные руки. Вот на самом деле государство это предлагает тоже вот 10 лет уже. 10 лет, 11 лет прошло, пирамида и пятый канал остаются государственными до юра, субсидируются. Помимо них, допустим, да, есть большой государственный канал, как канал, как ЛТР, который в свое время был государственный, потом преобразован в общественный, теперь опять реформирован под государственный канал. Зачем нужен еще один государственный канал? Абсолютно непонятно. Кстати, по ЛТР давайте пройдемся, да, ЛТР предлагается стать частью ОТРК, точнее, частью большого государственного канала КТР, да, это будет большой медиахолдинг, и ЛТР будет основным информационным каналом на юге страны. Правильно я понимаю? Нет, это неправильно, это неправильная информация. ЛТР остается ЛТРом, она была как правительственный канал отдельный, и он на данный момент, наоборот, тоже будет усиливаться, насчет финансирования тоже сейчас рассматривают, увеличить, так как у ЛТР, например, аудитория больше на юге страны. И ЛТР, он такой, как идет, грубо говоря, такой добрый культурный канал, и все об этом знают. Насчет пятого канала ЕПРАМИД, да, когда я был руководителем пресс-службы правительства, и непосредственно как раз они и через нас проходили, вопросы финансирования, назначения руководителей, и тогда, как наш Ахматова сказал, что будет, да, имеется в виду, рассматривалась она как передача продажа, или как-то, но на данный момент есть такая инициатива, на данный момент, что пятый канал хотят продать. Надо заметить, что у пятого канала есть огромные долги, почти в миллион долларов, 8-7 миллионов сомов. И на данный момент, если желающие покупатели покупать этот телеканал, тоже под вопросом. Ранее тоже были инициативы, тоже о продаже данного пятого канала. Насчет пирамиды, мы вот тоже недавно, заместитель председателя комитета министра, Федер Дзил Дубаевич, тоже такое озвучил, что пирамиду можно передать в баланс мэрии города Бишкек, чтобы был городским телеканалом. Второе, есть телеканал на юге еще ОШТВ, ОШТВ тоже сейчас мэрия города ОШТ тоже инициировала, обратились с письмом, чтобы передать ОШТВ на баланс мэрии города ОШТ. Возвращаясь к КТРК и КАЛЬТР, повторяю вопрос коллеги вашего, а зачем государство действительно столько много больших каналов, чтобы превратить в авторитарную страну общества? Почему мы не даем свободу средствам массовой информации, а наоборот, государство, я не знаю, свои щупальцы во все каналы, во все средства массовой информации вставляет, понимая, что КТРК это главный канал, который вещает на всю страну, единственный канал? Ну, Элькин, я с вами не согласен, что у нас там огромные телеканалы, несколько огромных телеканалов в стране, государственных, нет и не согласен, у нас очень много частных телеканалов, и насчет свободы слова у нас, как и станет с этим, очень нормально. Почему? Потому что любой желающий может где-то там написать, опубликовать или что, да? Вот международные, ой, независимые организации, также есть институты, которые озвучивают, которые финансируются за счет западных стран, они тоже свободно говорят, свободно заявляют о своих намерениях, например. И у нас основной телеканал это КТРК и ЛТР, которые 100% охватывают. Мы не должны забывать, что Харгызстан, это не только Бишкек, это Кыргызстан и другие регионы, это и Бакенская область, и Нарынская область, и Таласская область. В том-то и дело. А КТРК это единственный канал, который до всех областей доходит. И вот который, ну, государственную политику, государственные дела, и кто-то же должен вести. И непосредственно вот ЛТР и КТР, они непосредственно они должны будут вести. А на самом деле кто-то должен вести вообще государственную идеологию? Или вот такой это остаток советского прошлого, что государственную идеологию нужно доносить до каждого, я не знаю, села, до каждого зрителя, путем радио, теле и газеты? На мой взгляд, вот эта идеология, это вот некий рудимент. То есть вот в демократическом обществе, я так думаю, что вот какой-то конкретной одной идеологии быть не должно. Но это присуще тоталитарным, авторитарным каким-то государствам, которые, ну, в свое время уже, да, все это, ну, и мы даже проходили, да, будучи в Советском Союзе. И я вот одну вещь скажу, что вот сейчас вот мой коллега, оппонент сказал о том, что много частных каналов, вот их совсем мало оказывается. 54. Вот вы знаете, да, вот мы вчера, у нас был небольшой воркшоп, мы собирались, я опущу, на какую тему мы собирались, и пришли, скажем, да, представители четырех каналов всего лишь, четыре канала. Это те полноценные каналы, в том числе и канал НТС, которые работают, скажем, по закону, по действующему закону о телерадиовещании, выполняют все требования, да, стараются, да, вот эти 50 процентов еле-еле вытягивают по языку, по собственному контенту и так далее. То есть четыре. Вы сказали 54, вот эти 50 все, это вот как некоторые мои коллеги вот вчера сказали о том, что это те некие, скажем, да, студии, да, видеостудии, которые занимаются пиратским контентом, не производят новости совершенно, то есть и так далее, и так далее. Не, ну и все 54 каналы не сидят на основном мультиплексе Сонарипа? Да. Это тоже очень важно. Да, совершенно верно. Сонарипи, основных только 15 телеканалов, в основном и в коммерческом пакете. Да, да. И если мы вот будем честны, то на самом деле каналов-то и нет почти что. И вы еще забыли отметить, что на юге есть еще такой большой телеканал, как Антемак. И на самом деле, когда мы говорим об Эльтере, все-таки он вышел из регионального ТВ и вещает на всю страну. Как государство. При нынешних, да, вот цифровых возможностях он вещает полноценно. И действительно, он является государственным каналом, который может тащить все и на базе него. Можно сделать вот этот пропагандистский государственный канал. Зачем трогать общественное телевидение? То есть на самом деле это просто большой... а за тем, что общественное телевидение так и не случилось общественным, но все мы знаем, как назначались генеральные директоры. Все было по согласованию седьмого этажа. Я постараюсь... Почему мы не смогли... Я не знаю, чтобы принципы общественного телевидения за эти 11 лет действительно сработали. Почему этого не случилось? Почему были Белисгейты? Почему были очернения ненужных политиков? Почему не показывались митинги... Я не имею в виду последние год-два все 11 лет и отправление Алма Шершенча заканчиваясь сегодняшним днем. КТРК всегда оставался рупором власти, называясь общественным каналом. Почему? Почему? Отвечу. На самом деле никогда не было в воле первых лиц. Первого лица. То есть я приведу аналогию с нашим парламентом, да, или с двумя последними созывами. Дело в том, что наш нынешний парламент, он тоже очень непопулярен, непопулярен точно так же, как и общественное телевидение. Но при этом мы никогда не ставим под сомнение сам институт парламентаризма. Ведь так по сути. И дело в том, что не было воли, не было воли, скажем, да, создать парламентаризм. То есть когда, скажем, прописали ту же конституцию, я не знаю, по договоренности это было, или как, но на самом деле она была изначально немножко хромая, когда, скажем, некоторые структуры отдали, да, под именно квоту президента, да, то есть это МВД, ГКНБ, суды и прокуратура. То есть вот эти, скажем, четыре органа, они сделали и все. Они, по сути, девальвировали работу парламента. Потому как, ну, я не знаю, как еще сказать, но на простонародье просто зашугали всех депутатов. Это аналогия. Аналогия, да. И почему не заработало общественное телевидение? Да потому что, скажем, тоже квотирование, скажем, наблюдательного совета. Пять от президента, пять от Джоула Шкукинеши, пять от гражданского общества. Вообще, на самом деле, вот эта сама структура, она была когда-то подана гражданским обществом, как, скажем, такая, ну, как правильно сказать? Альтернатива. Альтернатива, чтобы хоть это приняли. Хотя это ненормально. То есть, все пятеро от гражданского... Ну, вообще, на самом деле, не должно быть противопоставления. Вот мы от президентской квоты, здесь от Джоула Шкукинеши, а здесь простые. То есть, на самом деле, все они должны быть из гражданского общества и не противопоставлять друг другу. Понятно. И тут уже начинаются игры и так далее. И когда избирается гендиректор, конечно, там идут уже политические игры. 8 голосов из 15 должен был набрать генеральный директор. Чжилс Мурза, вот вы обещали про наблюдательный совет. Ахмад Мурза правильно отметил насчет наблюдательного совета. Действительно, наблюдательный совет, от наблюдательного совета очень многого ожидалось. Думали и предполагали каких-то новшеств, каких-то изменений, но этого не случилось. Он стал подручным? Нет. Управляемым? Нет, там были, да, управляемые, также были, которые имели личные корыстные цели. Вот помните вот аудиосообщение, да, вот один из членов наблюдательного совета, да, она вот где-то публиковалась в Ютьюбе даже есть. Да, да, да. И вот такие моменты есть. И очень много было жалоб со стороны наших коллег, грубо говоря, новостных и других редакций, что члены наблюдательного совета просят там это снять, то сделать, туда поехать, на съемки. Почему, если этого не сделаешь, там они там поднимут на заседании наблюдательного совета о несоответствии занимаемой должности? Вот такие моменты были. Ну, это один из первых. он превратился в такой карательный орган. Да, да, да. И вообще, вот как раз карательного, они, их предложения не должны быть карательные, они должны нести только рекомендательного характера. Нет, многие у нас, когда уже попадают туда, имеется в виду, когда занимая эти должности, они уже, грубо говоря, переходят на вот эти карательные меры, чувствуют, что им все дозволено, и вот этого теперь не будет. Но это не повод же, чтобы их ликвидировать. Можно было бы придумать новые механизмы, как этот наблюдательный совет заработал бы лучше, а не просто убирать их. Но еще многие этого даже не могут понять, и наши даже коллеги, юристы. Почему? Потому что даже телеканал, когда был общественным, но по закону есть нормы, которые там четко, ясно написаны, что все-таки не бывает общественных телеканалов, именно которые финансируются за счет республиканского бюджета. Она там в норме есть, что есть государственный телеканал. И как раз вот этот устав, положение, грубо говоря, незаконно наработало. Когда в 2010 году было. Но это не так. Есть такое? Нет. Ну на самом деле такого нет. Я вам скажу даже историю, или скажем другие страны. Очень много стран, где финансирование общественного телеканала производится государственно. Например? Ну, например, такие страны, как Франция, Германия, Австралия, Эстония. Ну, это там, где все это сформировалось и работает, да? И поэтому говорить, что это не так, нет. То есть вопрос, там у них просто доля рекламная меньше, а государство субсидирует больше. То есть наш закон дает даже возможность 10 процентов, но такого почти нигде нет. Именно по рекламе. То есть для всех 15, для общественного 10. И действительно, скажем, некоторые даже частные каналы в свое время говорили о том, что это много, потому как неравная, ну, неравной конкуренции и так далее. Но потом выяснилось, что, ну, КТР не использует даже эти свои 10 процентов. То есть эксперты сказали, что там до 7 где-то, до 8 иногда. А так вот где-то в районе 6 они используют. Ну, надо отдать должное, да, ведь, ну, и Алмаш совершенно, и Сурамбай Шарипович, называя общественным, его использовали как государственный канал. Совершенно верно. Ну, а для сегодняшней власти просто сказали, ну, ребята, ну, что лукавить, он не государственный, он не общественный, он государственный. Давайте, вот, как Маша называется, так ее и напишем. Ну, вот, если уж откровенно. Ну, здесь, вы совершенно верно. Де Юре, он общественный, де-факто он государственный. Его использовали всегда как государственный. Да, но, вы знаете, вот, мы же говорили о воле, да, одного человека, о воле второго человека. Там, второго человека или третьего человека. Не знаю, как это может коллегиально приниматься. Но, на самом деле, ее никогда не было. Его можно было сделать настоящим общественным телевидением, но не сделали. По сути, я скажу, что вот сейчас вот по многим моментам он общественный, то есть он охват, Много каналов, многопредставленность, да, и детский, и культура, и развлекательный, и музыкальный, то есть спортивный, то есть все представлено, по сути. Кроме плюрелизмомнения. Кроме плюрелизмомнения. Вот хромает один канал, скажу, да, Аллато. Вот претензии все, всех в большинстве именно к этому каналу. То есть вопрос справедливости, справедливой подачи, прозрачности и редакционной политики. И когда вот здесь, допустим, мой оппонент говорит о том, что о какой-то редакционной политике, которая будет независима, ну как это? То есть это же будет пропаганда, если он государственный канал. И почему, допустим, я думаю, что все-таки почему идут на вот эту реформу, как ни крути, но вот эти, может быть, пять человек, да, которые от гражданского общества, может быть, попадают люди из Джугар-Ку-Кенеша тоже, да, которые там чему-то противятся. Которые там, возможно, где-то что-то... Не припомню такого. Ну, мы, может быть, и не знаем, но мы же видим какой-то момент о том, что кому-то что-то не нравится. Когда, может быть, не нравится коллективу, это не значит, что коллектив прав. То есть мы говорим сейчас немножко голословно, да? То есть мой коллега говорит, да, мой оппонент, голословно, я тоже буду говорить примерно голословно, примерно так, предполагая. И на самом деле это вот просто бла-бла-бла, а на самом деле это нет. А вы не предполагаете, что, ну вот, продолжая эту политику, в ближайшем случае этих белизгейтов и, не знаю, очернений политиков неугодных власти будет еще больше? Возможно, будет больше. Предполагаю. Почему, скажем, да, мы все-таки против? Мы считаем, что вот это то, что наработано, оно должно быть сохранено. И на самом деле вот когда мы говорим, почему мы против еще, потому что мы подготовили действительно, да, вот гражданское общество, много экспертов над этим работали. У нас готов проект, по которому тоже предлагается реформировать. Сейчас мы придем к проекту. Челнусмирза, а вот вы как основной орган государственный, который контролирует этот вопрос и вообще информационную политику, Сможете ли вы гарантировать, в случае, если общественный канал станет государственным, вот таких случаев, о которых мы перечисляли, не повторится на канале? Сто процентов подтверждаю, что не повторится таких, не будет. Это воля первого лица страны? Ну, я как представитель государственного органа, который курирует данные вопросы, об этом я заявляю. И все демократические ценности средств массовой информации будут соблюдены? Да, и они соблюдаются. Про реформу. На самом деле вот мы и предлагали реформировать именно структуру наблюдательного совета, чтобы не было вот эти, да, 5-5-5. То есть на самом деле не должно быть так. Это, ну, скажем так, это вообще противопоставление, когда люди, эти пятерки приходят туда, они уже друг друга, друг друга видят каких-то, скажем, да, неких таких антагонистов. И на самом деле это неправильно. И поэтому не должно быть, да, квоты ни у президента, ни у Джоргу Книша. Либо, скажем, они должны быть минимизированы. Ну, с точки зрения я согласен, да. Ну, в любом случае, ну, суть-то в чем? В том, что наблюдательный совет-то убирается, но он должен быть. То есть вот этот момент, он хотя бы этот момент должен быть. И дело в том, что, допустим, законодательно, по сути, у нас не прописано то, что генеральный директор, да, указом президента должен назначаться. А на самом деле так происходит. То есть вот по идее общественный канал. Выбрали наблюдательный совет Ген-Дир, все, вот дальше он не должен никуда идти, все, он должен работать. Вновь выходит указ президента, подписывает ему удостоверение. То есть вот есть такие моменты, в то же время и про бюджет, да. Вот есть страны, где, допустим, есть фиксированный бюджет у общественных телевидений, допустим, в той же Грузии. Фиксированный от ВВП каждый год. И таким образом никто, ни Минфи, ни Ген-Дир. А он интегрирован в ВВП-либанию. Да, да, да. То есть он в бюджет. То есть каждый раз, когда утверждается бюджет, 0,2 или там 0,12 процентов сразу автоматически попадает туда. Вот оно, что говорит об, скажем, да, некой институциональной финансовой автономности. Вот про автономность, Ченгас Мирза. Еще одна очень распространенная практика, но не мне вам рассказывать, вы ее прекрасно знаете, про государственные заказы социальные. Не обязательно иметь свои какие-то рупоры, каналы, которые, я не знаю, 24 на 7 на тебя работают. Если у тебя есть государственная политика, ну не знаю, там по медицине, по образованию, по обороне, ты просто берешь этот бюджет и отдаешь на аутсорсинг частным каналам или государственным частным каналам и делаешь социальные заказы. В том числе ты открываешь дорогу для зарабатывания не только одного твоего любимого государственного канала, но и всем частным каналам и малым студиям. И открывая возможность всему медиарынку одинаково. Почему бы государству не поступить этим путем и таким образом, а не держать один свой канал? Я с вами очень согласен и очень затронули хороший вопрос. Данный вопрос действительно министр культуры Азамат Хапарович, он и как раз к этому и идет. Почему? Потому что до этого данная инициатива была, но по каким-то причинам она не реализовывалась. Потому что в год от 800 миллионов до 1 миллиарда сомов уходит на содержание этих каналов. Да, согласен. И на данный момент мы к этому и идем. И как раз вот, когда вот закон будет принят, и как раз есть там такие нормы, что госзаказ она будет. Недавно тоже мы с представителями частных телеканалов встречались. Я лично встречался, разговаривал насчет этой темы. И как раз руководители вот этих продакшн студий, они эту позицию и озвучивали. И как раз во время встречи с министром культуры Азамат Хапарович тоже озвучил, что все вот по каким-то передачам, по каким-то тематикам она будет как раз и на госзаказе. Очень хороший пример. В прошлом году мы хотели, уже как раз выделялось деньги на снятие сериалов. И по системе с пандемией этого не получилось. А в этот раз как раз вот сериалы про пожарников, там идеологически про милиционеров, про сотрудников медицины. Да, вот как раз она и будет идти. И вот я же говорю, во время встречи Азамат Хапарович с представителями, руководителями продакшн студии, он твердо им озвучил, что в этот раз... Почему все деньги должны идти только на один канал? И дайте возможность заработать малым студиям. Да, такая норма практикуется и в Казахстане, такая норма практикуется и в России. Да, везде. И в этот раз так и будет. Ну вот завершаем эфир медиасообщества. Какие дальше, я не знаю, действия, шаги для того, чтобы не допустить, чтобы предлагаемый закон изменения Министерства культуры информации не было подписано президентом? Сделали свой анализ и уже выслали и в Минкультуру, и в Кабинет министра, и в Министерство юстиции. Мы отправили наш анализ и некоторым партиям, некоторым, всем отправлять не стали. И мы ждем тоже реакцию. Мы ждем реакцию, потому что мы считаем, что вот справки об основании, которые дал Минкульт, она, наоборот, не обосновывает, а, наоборот, говорит о том, что всего этого, да, в этой справке об основании сделано не было. Не было попыток. То есть, на самом деле, со стороны государственной власти, именно власти, не было ни одних попыток. То есть, изначально, исторически данный законопроект, данный закон, вот закон ОБТРК и вообще создание ОБТРК, оно с такой пробуксовкой все это шло. Каждый раз оно, власть соглашалась, потом отменяла, потом налагала вето, это еще в бытность президента Бакиева. И дальше при Атамбаеве то же самое. То есть, первый год говорилось, да, все будет хорошо, потом все гайки закрутились и так далее, и все хуже и хуже и хуже. То есть, воли государства не было. Именно воли первого лица. Потому как именно президент... Извините, товарищи, дорогу построить не смогли, давайте оставим бездорожье, да? Да. Ага. Шилос Морза, будете прислушиваться к тому, что предлагает медиа-сообщество? Да, мы получили заявление институтом медиаполисей, которые были подписаны с другими нашими коллегами. Да, очень авторитетные, кстати. Да, авторитетные журналисты, да. Соответственно, мы изучим и официально ответим нашим коллегам. А можно я позволю в конце вопрос вам не как чиновнику, а как коллеге, с которым мы уже лет 10 вместе работаем, да, Шилос Морза? Больше. Больше. Ну вот положа руку на сердце, как журналист, не как чиновник. А все-таки мечтаете, чтобы в Крыгстане было настоящее общественное телевидение? Да. Спасибо большое. Эфир закончился, увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»